Собаки, хоть и на первый взгляд здоровые, заставляют жителей улицы Турбинной опасаться за свою безопасность и с безопасностью своих детей. В чем причина, выясняла Ирина Кривобокова. От агрессивных собак страдают жители сразу нескольких домов по улице Турбинной. И этой проблеме уже немало лет. Собаки постоянно броют в нашем дворе, особенно в осенне-зимний период. Утром, вечером кидаются на людей, едят кошек. Всю ночь тут ходят, лают, воют под окнами. По ночам здесь просто невозможно спать. Возмущаются в основном пенсионеры. Собаки постоянно бегают за прохожими с громким лаем и пугают. Кроме того, люди даже боятся вынести мусор. Возле контейнеров по вечерам собирается целая свора голодных псов. Жители обращались и к депутатам, и в администрацию города. На днях даже написали жалобу в прокуратуру. Но помочь никто не может, а страдают в итоге люди. На моего соседа маленького, трехлетнего ребеночка кинулись. Видели люди и бежали за ним. Они укусить не успели. Мужчина вот с первого подъезда отогнал. А напугали ребенка. Ребенок болел после этого. Дворняжки обитают на территории некого предприятия по рыбному производству «Океан». У собак нет ошейников, и они не сидят на цепи. Поскольку ворота открыты, они постоянно выбегают с территории. Часть земли здесь дается в аренду. Поэтому появились частные дома и фирмы. По словам жителей, собственник некий Вячеслав Довбня. Мужчина людям объяснил, что собаки его и на всю территорию никого не пускает. Но за питомцами не ухаживает и даже не кормит их. При этом и себя ведет весьма агрессивно. Он говорит, кто зайдет, застрелю. И все. Он раньше кидался с оружием даже. Сейчас вели карантин по бешенству. И мы боимся всех этих собак. И собак очень много. Уже и без того немало сворей. Постоянно появляются щенки. Днем собаки спят, забившись где-то по углам. Люди обращались в спецавтохозяйство, чтобы количество собак сократили. Но это не помогло. Выезды, да, осуществлялись. Но собаки, если заходят на территорию предприятия, то мы уже не можем дойти, а как бы караулить данные конкретной ситуации животных мы не в состоянии. Специалисты советуют людям обратиться к участковому. Если Вячеслав Довбня признает, что все эти собаки его, то ему придется надеть на них ошейники и намордники и посадить на цепь. Если мужчина от них откажется и скажет, что они бродячие, то помочь жителям по закону пока никто не может. Для этого потребуется новый конкурс и администрация. Его сроки пока точно неизвестны. К слову, несколько месяцев назад собак с той злосчастной территории кто-то отравил. Видимо, терпение людей на грани.